МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои хорошие! Салам! Сегодня мы вам расскажем адыгейскую сказку «Человек, упивший лук». Жили на свете муж и жена. Был у них единственный сын. Но однажды случился неурожай, и эта семья сильно нуждалась. Хозяин дома решил отправиться на заработку. Попрощался с родными и ушел. Многое исходило он дорог, пока не встретил однажды богато одетого мужчину. Попросился к нему в работнику. «Если будешь выполнять все, что я скажу, то хорошо заплачу тебе», – сказал богач. Так человек нашел себе работу. Честно трудился он на хозяина три года. Но стали одолевать его думы о семье. Заметил это хозяин. «А чего ты грустишь?» – спросил он. «Тоскую я о жене и о сыне. Уже три года прошло, как я ушел из дома. Тогда богач дал работнику три рубля золотом и отпустил. Путь был далекий, и скоро все съестные припасы кончились. Работник решил принести деньги домой целыми, и хотя очень хотелось ему есть, он ничего не покупал. Проходя через город, он увидел одного человека, который громко кричал. «Продаю! Продаю!» Пригладелся работник. «Ничего нет в руках у продавца». Подошел он к нему поближе. «Что продаешь? Я не вижу у тебя никакого товара». «Я продаю ум». «Разве ум продается или покупается?» Удивился работник и отошел в сторону. А продавец ума все кричит. «Продаю! Продаю! Продаю!» «Сколько хочешь за ум?» Спросил работник у продавца. «Один золотой». Достал работник один золотой, отдал продавцу. «Давай мне ум, говорит. Когда будешь в дороге, – сказал продавец, – и встретишь реку, не входи в нее, пока не узнаешь брода». «И за это золотой?» «Все, что я тебе сказал, стоит рубль». «Пробал мой заработок за целый год, – подумал работник, – и отошел в сторону. Но куда бы он ни пошел, всюду слышал голос продавца ума. «Продаю! Продаю! Продаю!» Снова подошел он к мужчине и отдал ему второй золотой. «Что еще продашь мне?» «Когда встретишь человека, занятого делом, – не вмешивайся, пока он сам тебя не спросит». «Пропал мой заработок и за второй год работник, – подумал работник. Остался у него в кармане последний рукой. И снова до него донесся голос. «Продаю! Продаю! Продаю!» И последний золотой протянул ему работника. «Когда сильно разгневаешься, так, что захочешь ударить человека, быстро, быстро начинай считать до ста. Когда считаешь до ста, тогда и принимай решение». Без гроша в кармане вышел работник с базара и направился домой. Шел он, шел и пришел к реке. Была она очень широкой, а моста поблизости не было. Пока работник думал, как перебраться через реку, подошел какой-то чигит. «Что же ты стоишь?» – обратился он к работнику. «Не знаю, где брод. Вот и стою». «Если ты настоящий мужчина, тебе всюду брод». С этими словами чигит вошел в реку. Только дно оказалось иллистым. Ноги его увязли, и чигит утонул. В это время к реке подошел путник. Увидев человека на берегу реки, спросил его, «А чему ты стоишь тут? Я не знаю брода через эту реку. А чигит, который попробовал переплыть ее, утонул, ответил тот». Тогда путник сказал работнику, «Брод через реку есть неподалеку от этого аула, что ниже по течению». Работник послушал совета и перешел в реку там, где показал ему путник. Пришел он в один аул. И хозяин богатого дома пригласил его в гости. Усадил его и сам сел. Долго они так сидели. Гость молчал, так положено по обычаю. А хозяин молчал, словно и он был гостем. Когда настал вечер, принесли угощение. Одно было лучше другого. Работник сел к одному плюду и немного поел. А к другим даже не притронулся. «Ты наш гость. Почему ты не притронулся к еде?» – спросил хозяин. «Я ведь один. Разве могу съесть то, что подано на семи блюдах?» – отвечал работник. Хозяин подошел к двери, открыл ее и выбросил все остальные блюда, ни слова не сказав при этом гости. Когда надо было лечь спать, в Кунацкой приготовились семь постелей, одна лучше другой. «Доброй ночи, наш гость», – сказал хозяин и ушел в дом. Работник лег в одну из постелей и крепко уснул. Утром, когда все встали, в Кунацкую пришел хозяин. «Доброе утро, наш гость», – сказал он. «Почему же пустовали эти постели, а ты спал только на одной?» «Почтенный хозяин, я ведь один. Как же я мог лечь сразу в семь постелей?» – отвечал работник. «Это тоже верно», – сказал хозяин, открыл дверь и выбросил во двор все постели. Странным показалось гостю поведение хозяина, но он ни слова не говорил, ни о чем не спрашивал. Настала пора отправиться в путь, а гость не решается сказать об этом хозяину. И тут сам хозяин сказал. «Наш гость, тебе, наверное, пора возвращаться домой». «Пора», – отвечал гость. Хозяин пожелал ему счастливой дороги и вывел из Кунацкой. Гость прошел почти половину двора, не смея облиниться. Вдруг он услышал голос хозяина. «Вернись на минутку, наш гость». Испуганный гость вернулся в Кунацкую. Хозяин сказал. «Теперь послушай, что я скажу». Построил я дом. Люди стали приходить, смотреть его, и каждый давал совет. То окно не там, то дверь не на месте. Разозлился я, взял топор и разрушил дом. Вскоре построил я новый дом, так, как советовали те, кому не понравился первый. И снова стали приходить люди, и каждый говорил, что сделано не так. Разрушил я и этот дом, и дал клятву убить любого, кто вмешается в мои дела. К тому же, кто не будет вмешиваться, я поклялся отдать полный кисеть золота. «Ты освободил меня от моей клятвы, и я вручаю тебе кисеть золота». Поблагодарил гость хозяина и отправился в путь. Поздно ночью вернулся он домой и увидел, что жена его сидит спиной, а какой-то мужчина вытаскивает из сундука круг сыра. Муж решил, что это вор крадет сыр. Он достал было нож, но вспомнил о третьем совете продавца ума и стал считать до ста. Досчитав до ста, он успокоился. Женя тут и сказала, «Сынок, открой дверь, вернулся твой отец». С этого дня зажил тот мужчина со своей семьей богатый и счастлив. Вот так, мои хорошие, самое главное на свете – это ум. До новых сказок, драгоценные мои! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова